всем привет 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 всех радуйтесь видеть напишите пожалуйста дайте фидбэк как качество связи видео фото звук фото картинка слышно ли видно ли привет мы сегодня снова запланировали прямой эфир я как вы заметили вообще последнее время стараюсь делать вам какие-то полезные прямые эфиры знаете почему потому что что-то знаете меня последнее время как-то нету ну что ли вдохновение писать посты вот как-то не пишется а говорить мне больше нравится и более комфортно сейчас поэтому я стараюсь делать какие-то полезные на тематику вот как раз отношений до женщины успеха женщины и так далее сегодня мы запланировали прямой эфир с мариной до велес которым хотим рассказать вам в принципе да об отношениях о том как вытянула уровень отношениях до о том как позволить себе успешного мужчину я подожду пока ирина придет в эфир пока можете спрашивать конечно благодарю вот так приглашаю марину ждем присоединение здравствуй привет привет здравствуй мариночка очень рада тебя видеть я тебя чуть-чуть вкратце представлю и да попрошу представиться тебя марина коуч психолог нлп мастер вот и также вот мне понравилась формулировка дизайнер головного мозга очень такая интересная да необычная расскажи пожалуйста себе и вот что значит вот это вот дизайнер головного мозга дизайнер головного мозга мы все да если что дизайнеры головного собственного мозга что мы с ним творим мне 41 год я замужем сразу предвижу вопрос 41 я замужем я психолог коуч нлп мастер чем особенно горжусь и вот кстати дизайнер головного мозга да я ставила после того как начала изучать нлп а нлп нейролингвистическое программирование которое создавалось на стыке психологии психотерапии и нейролингвистики для чего да забудем о всех этих сложных словах для того чтобы брать успешных людей и быстренько их моделировать то есть собрались умные американцы которым нужно все быстро и поняли что психология психотерапия это прекрасно но это может быть долго поэтому они набрали приемов когда сам человек может воспользоваться если у него нет времени средств возможности он берет инструменты и сам себе понятно подкручивает да потому что в том числе вот эти отношения из которых ты освободилась да да вот я благодарю тебя хотела в этом контексте поговорить потому что да у нас сегодня эфир будет я думаю вот больше на эту тему которая сейчас очень актуальна в блоге об отношениях о токсичных отношениях о том как выйти на новый уровень в отношениях да и о том в принципе как позволить так сказать достойного лучшего мужчину и я вчера рассказывала чуть-чуть stories вкратце твою историю да который ты в принципе делишься себя в блоге можешь тоже немножечко здесь рассказать чтобы девчонки просто понимали вот чем ты столкнулась что у тебя тоже есть свой большой опыт да поэтому в принципе и тема такая совпала потому что не есть о чем сказать хорошо когда просто в теории рассказывать но когда ты сам пережил ты понимаешь что чувствует другой человек я когда-то оказалась в таких отношениях там где-то 13-14 лет назад оказалась в таких отношениях и потом с большим трудом я из них вышла мне прям это очень тяжело стоило очень дорого дорогого стоило и кстати к первому своему психологу я попала именно выйти находясь в этих отношениях потому что я как многие постсоветские женщины искала причину в себе для что я плохо готовлю плохо рассказываю сказки на ночь плохо танцую плохо пою и очень все плохо да в принципе сама во всем виновата да нужно срочно работать над собой поэтому я пришла к психологу и психолог тоже видно что то у него недопроработанное было с этой темой он мне сказал я помню эту фразу то есть у меня все пытался натолкнуть на то что а где-то было подозрение но не могу быть я во всем этом безобразии виновата да когда человек уже просто на тебя руку поднимает я не могу быть в этом прям вот так совсем виновата я что какая-то последняя что что вообще происходит да у меня все время был такой вопрос за что это со мной происходит да я хороший человек я стараюсь тружусь над отношениями как завещали все советские бабушки да и прабабушки я им швец и женец и на другие игрец но почему то вот что то такое постоянно ко мне какие-то претензии да и потом еще вот это очень знакомо то есть вроде все делаю я не изменилась я такая же но мне говорят что я плохая постоянно да меня постоянно без тянет и видимо этот мужчина что-то там у него с головой было он меня начал толкать в ту же сторону что это я виновата и закончилась тем я помню эту фразу даже я делилась с девчонками когда он мне сказал а консультация была по скайпу и сзади книги он говорит вот у тебя там много книг ты хоть одну прочитала может ему с тобой не о чем разговаривать читали книги все да я обозлилась я начала сама изучать психологии разбираться как так вообще да что теперь я понимаю что все что с нами случается не зря просто нужно искать возможности и это круто поэтому каждая женщина с которой это случилось это случилось не для того чтобы она начала работать над собой еще сильнее и угождать а для того чтобы она с ним рассталась почистила свою голову и разрешила себе мужчину лучше да потому что не проблема найти другого мужчины такого же проблема в том обычно у женщин которые попали в такую ситуацию найти кого-то достойного да ведь мы уже не зря оказались и я тебя даже спрошу может быть ты не будешь отвечать ну пока не не сочтешь можно через сколько времени сейчас уже глядя в прошлое появились первые звонки которые вот говорили о том что надо бежать слушай сразу вот знаешь мне кажется через ну две недели наверное но я не как бы не то что не обратила ну как-то знаешь складила и думаю ладно пройдет может быть я правда что-то там сглупила как то вот так что на самом деле вот знаешь о чем я хочу спросить вот мне тоже попадались разные психологи на самом деле и тоже мне как бы не так конечно говорили но условно знаешь вот фразы там ты сама вот притянула к себе а вот что есть в тебе знаешь такого вот поищи в себе вот это там и вот почему в твоей жизни оказался такой человек но как бы я сейчас уже поняла что вот это чрезмерное какое-то самокопание и постоянно искать какую-то причину да вот эту вину в тебе это как бы ни к чему хорошему не приводит но все-таки все-таки вот это вот я думаю что притянула к себе да позволила себе вот таким мужчиной жить это какая-то проблема самооценки все-таки да я знаю что ты очень много тоже пишешь вот о самооценке о любви к себе как ты считаешь вот это именно вот женская самооценка да какая-то ну что женщина позволяет мне такое обращение отношения конечно очень хороший вопрос потому что когда мы понимаем как это работает нам легче этим управлять да потому что очень часто что женщине кажется что это какая-то неземная любовь что любовь страдания тут если еще бабушка с мамой подпевают что надо терпеть и как бы они все такие то в общем то все в букете положился но самый главный страх это страх который на генетическом уровне в нас да европейка не станет терпеть того что терпит постсоветская женщина да да будем честными почему да при том что женщины русские и вообще украинки и белорусские все посетки они намного лучше я так считаю потому что постсоветская пост военная пуля вот это да когда мужчина приходил и он был на всю деревню один далее ему прощалось все все это было нормально потому что он был один или два он мог быть пи он мог пить он был с дырявой головой в виртуальном смысле то есть это люди люди после войны очень тяжелые они не в порядке им прощалось вообще все и это понятно да но вот этот сильный страх что скоро в нашу деревню вернется две коллеги с войны и на нас на 200 баб до повезет только двум и надо не знаю что делать из себя чтобы он достался тебе а потом каждый день благодарить жизни за то что он с тобой все прошлое уже прошло но вот такие вещи они достаточно сильные и они это как-то на подсознательном на генетическом даже уровне на уровне каких-то установок модели семьи вот как ты для себя что-то что ты для себя вот поняла после того как вышла из этих отношений что ты меняла в себе или я достаточно быстро вышла я вышла через полгода я за эти полгода очень много то есть у меня это было очень интенсивно я скрывалась него не отгонял там садил под чем закрывал и так далее все это такое было ускоренные пленки то что вижу я да и то что вижу я в других почему вообще стала мне интересна эта тема потому что я начинала же вообще с отношений психологии именно отношений вот это вот это вот это вот это вот это копало да то конечно неосознанный страх и ты наверняка когда ловила себя на этой мысли я себя когда ловила на этой мысли четкая мысль логики мозга сознание нового кортекса течет как говорит уходи да что мы чувствуем страх первая эмоция которую мы чувствуем в ответ на уходи это страх вот спрашивается что ты боишься ты что в лес идешь да ну казалось бы современных условиях современной женщины а ведь это касается женщин независимо от материального положения есть такое заблуждение что как-то попадают в материальном положении нет совершенно нет то есть и даже альфонсов терпит то есть женщина сама работает полностью обеспечивает и еще и голову кладет на плаху что называется страх и когда мы начинаем разматывать да человек живут так чтобы сам сел и размотал ему просто страшно он говорит себе это ему страшно и он уже боится какие-то действия предпринимать все там не комфорт там страх а когда начинаешь разматывать спрашиваешь ну чё будет-то уйдешь что будет чего боимся ну и одна ну и дальше что ну мало ли одних ну как то вот да то есть ничего страшного то не будет этот страх иррационален но он есть и он управляет большую часть жертв которые там остаются к сожалению что с тем страхом делать ну во первых конечно знать да то есть знать механизм это не я такая какая-то глупая не я какая-то жертва не я какая-то последняя тряпка бесхарактерная да жертва же очень часто уходит ну условно назову женщина жертва в отношениях находит самокопание вместо того чтобы уходить вовне это я это была я накопала золото выход выход искать она начинает уходить внутрь и чем глубже она уходит слушайте но у кого он из нас нет таракана у кого из нас нет каких-то дефектов проблем тени и еще чего-то начни копать накопаешь хочешь поработать над собой тебе на три жизни проработок хватит да а мужчина в чем еще опасность абьюза он же бывает разных видов не каждый мужчина бьет да мужчина делает сомнительные комплименты ты конечно я тебя конечно очень люблю но ноги то у тебя кривые попка то твоя не такая уже и вообще тебе уже скоро плюс да там сто ну то есть вроде бы вроде бы говорит что любит и начинает подтачивать самооценку да то есть с одной стороны она в глубине у себя ищет золото с другой стороны он подтачивать самооценку и получается то что получается женщина с разрушенной самооценкой все поэтому если уж мы здесь ведем речь о том чтобы не только уйти да а уйти и разрешить себе какого-то нормального достойного мужчину хорошего какого вы хотите да все что для вас является ресурсом надо этого стесняться кто-то хочет деньги кто-то хочет мозги кто-то хочет статус карьеру кто-то хочет все вместе да ни в чем все не отказывают пожалуйста что называется все это зависит от скорости с которой мы выйдем из отношений и забудем этого мужчину потому что смотри как бы вот в любом случае да в отношения попали вот и такое к себе как бы допустили до отношения это в любом случае вот это уже самооценка заниженная которая вот к тому что я сейчас да пришла это в любом случае какие-то вот детские паттерны не всегда не всегда потому что вот смотри скорее всего у тебя была нормальная самооценка просто но никто же не унижает на первом свидании на втором тоже да все сначала нормально все прекрасно это достойные мужчины никто не ходит с надписью я придурок да я маньяк и так далее а потом когда какие-то признаки нас же в школе этому не учат мы не знаем нас чему учат что но уже сейчас это слава богу меняется да и наши дочери уже не будут с этими пулями нас учат молчи терпи еще что-то да никто не учит отличать смотри сказал сомнительный комплимент это уже знак опустил тебя при ком-то знак сказал что-то в присутствии других на тебя знак унизил это знак все все это все абьюз а у нас что там не бьет уже счастье не пьет да поэтому я помню свои ощущения когда первое нас это было я типа я себе не верю это не может этого не может быть говорю я себе он же нормальный он хороший на него смотришь это идеальный мужчина то есть ну и потом они конечно просят прощения в этом же все и заключается туда-сюда туда-сюда вот эту жертву гонять по кругу и ты вроде бы да наверное показалось наверное ты я что-то может быть я правда да вот здесь начинается что то есть не факт что мы заходим с разрушенной самооценкой мы заходим юными молодыми неопытными ничего не понимающими а вот с того момента когда мне показалось там начинает разрушаться самооценка чем дольше мы там на тем 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 не разрушена что называется то есть по-разному бывает а вот когда на женщина повторяет такие отношения это уже все на репите на разрушенная самооценка однозначно то есть конечно нужно не торопиться не надо торопиться заткнуть одну дыру следующую эту зияющую дыру до следующими отношениями нужно остановиться заземлиться и почистить голову как как ее почистить как почистить голову да вот первое первое и очень важно все-таки это на скорости забыть здесь речь не про амнезию конечно мы будем помнить этого мужчину может быть он отец наших детей и так далее но создается же зависимость вот эта зависимость нужно осознавать всегда мы себе становимся я сам себе врач я сам себе пациент я понимаю что я я же не смогла сразу идти я постепенно впала зависимость это не равные отношения я жертва он палач у меня где-то травмирована психика у меня травмирована самооценка где-то я себе не верю не доверяю то есть главное осознавать что с нами происходит осознавать если человек не осознает то его так вот мотает как-то ветром да что у него в голове присутствует когда мы четко так это бабкин страх да я боюсь идти что это такое да это бабкин страх не война не голод никто не пропадет все нормально да может быть будет сложно но если есть цель я выйду как только вышли у большинства жертв происходит возврат назад почему потому что большая часть женщин опять же из-за вот этих заблуждений дурацких какие заблуждения у нас же что знают люди о любви романтика какая-то да какие-то фильмы книги классические бабочки в животе наше прекрасно да да и мы там пишут про про всяких психов да условно скажу почему потому что про нормальных писать неинтересно да у людей создается впечатление что любовь это страдание и чем больше страдают тем больше любви да да вот эти вот качели да постоянно тоже интересно тоже эмоции разборки какие-то чувства чувства а на самом деле это не чувство это зависимость все и когда мы так подожди ты не любок тебя не любят абьюз у него эмоциональная тупость у этого человека жертва я же помню вот это вот да мой наивный порыв объяснить ему поговорить но он человек он поймет сижу рассказываю 1 1 беседа 2 да да как это кивает 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 а там был такой интересный механизм он изменял а потом мне дело так чтобы я догадалась я начинала психовать если меня специально выводил я начинала психовать расставаться с ним получала леща он меня запугивал я сидела и это продолжалось четыре месяца после четырех месяцев такой жесткой дрессуры после четырех месяцев я поняла что мне надо играть в дуру ничего не вижу ничего не слышу и собирать просто деньги на на то чтобы смотаться на руку конец страны так вот возвращаюсь сначала я себе не верю да он нормальный второе ты пытаешься объяснить мы же нормальные люди он же говорит что любит значит он поймет и сидишь с ним беседы беседуешь у таких людей эмоциональная тупость он понимает слова он понимает слова но он не понимает что ты чувствуешь и вот это тоже нужно знать да то есть азы вот этих абьюзивных отношений абьюзер не чувствует того что чувствует жертва второе у абьюзера всегда она виновата будь ты мисс мира делай все что хочешь ты рано или поздно настанет день когда ты станешь херовый по-другому не скажешь все то есть это нужно знать абьюз это там где нас постоянно дергают вот эти какие-то непонятки то есть когда мы ставим диагноз и почему понимаем четко что с нами происходит а мы уже нам уже легче вырваться мы понимаем так я впала в зависимость у меня сейчас скошена самооценка я в себе не верю да когда человек себе не верит ему сложно быть одному я сейчас от него уйду и мне будет очень сложно я буду думать что это любовь он будет звать назад зачем он потерял игрушку то есть очень многие женщины по своей наивностью принимают это за любовь да он осознал да но он такой у него характер вот это тоже опасная ловушка да что он такой да вот такой он с пылью чего он такой просто брутальный да вот это я тоже так долго он же не со всеми дерется он убьет только свою жену которая зависима ну пошел бы он дал кому-то да там зубы скрутили бы посадили и все брутальный мужик поэтому что происходит это игрушка и еще одна ловушка в которую попадает женщина которую нужно осознавать и просто относиться к этому но вот эта данность это когда на нее начинает нападать ее окружение когда женщина независима в твоем случае и это прекрасно ну как бы она меньше когда женщина независима начинается тебе не чем будет детей кормить подумай о детях о чем ты думаешь ты забудь о себе ты женщина ты мать вся радость в прошлом да все отдайся этому мужику в рабство и терпи то есть женщины они не то что плохие никто не хочет зла да не желать зла но они подсознательно боятся столкнуться с действительностью а вдруг у нее получится все хорошо пусть она тоже живет плохо меня мой бьет ее бьет и так я спокойно всех нас бьют наверное любят да а когда она уйдет не бог найдет себе принца это что значит я проиграю на поэтому они неосознанно пытаются нет живи плохо живи плохо то есть с одной стороны наша самооценка подкошена с другой стороны давление общественности из 3 значит что надо очистить да все таки окружение свое это тоже очень важно не общаться заткнуть рот по крайней мере мы не всех вычеркнем да если дело касается подруг в кавычках да иногда странных людей мы называем подругами подруга которая против тебя она не подруга все и как бы она не прикрывалась я хочу тебе лучше не надо если хочешь мне лучше поддержи меня в моем решении все да но иногда это бывает мама как бы маму жизни не вычеркнешь из песни слов не выкинешь поэтому просто быть жестче сокращать контакт в этот период да ставить четкие границы мама на эту тему мы не разговариваем если ты хочешь чтобы я с тобой общалась не говорим об этом мы друг другу не друг друга не поймем то есть женщина должна максимально укрепиться и хорошо когда есть специалист но если нет специалиста чем сидеть и крутить в голове манную кашу а может быть он не такой плохой а вот он смс-ку написал он прощение просят дети спрашивают где папа и очень начинается на нужно как я делала тогда я и не только там мало ли в жизни разные трудные ситуации нас посещают не только абьюз полно всяких каких-то кризисных ситуаций включить видео сейчас есть youtube интернет бесплатного продукта вот так чем сидеть гонять набрали что-то по своей теме и сидим слушаем все то есть что делает мозг записывает новую нужную информацию если мы будем сами с собой сидеть мы сами ну как минимум женщина должна что-то прочитать услышать впустить новую информацию чтобы сама себя переработать да вот просто так взяла ушла из абьюзивных отношений где-то побыла и впала следующие такие же или вернулась к ним все то есть чтобы решить проблему нужно новая информация иначе не получится новая информация пожалуйста открываем интернет и сейчас всего полно и начинаем себя выщипывать что-то берем из этого видео сразу себя анализируем и настраиваем себя сразу когда уходим уход это всегда тоска даже когда мы решаем муки даже когда нам было очень плохо и что там с нами не делали мы решаем муки все равно тоска потому что было два человека сейчас один да и было вроде чья-то спина родная пусть она там и какая-то враги все равно а сейчас одна и какая-то неизвестность выход из зоны комфорта да поэтому просто заранее настроиться мне будет грустно и это нормально грусть не значит что у меня там любовь пропадать грусть это нормально в любом расставание все не будет грустно немножко мне будет некомфортно я буду может быть вспоминать хорошие моменты это норма и это пройдет мне просто надо пережить некомфортный момент очень многие ломаются на некомфортном моменте даже просто по физиологии это был мой прошлый раз месяц например прошел она лезет на стенку и кажется что она его любит то есть нужно сам себе врач сам себе пациент посмотрела так что маша что с тобой происходит да сейчас реально посмотри себе глаза да мне просто хочется там обнимашек и все да не любви тебе с ним хочется не совместной жизни ты соскучилась по обнимашкам ничего маша терпи будут в твоей жизни хорошие обнимашки на терпи вот это вот это вот это вот эти самые главные моменты когда она уже рассталась и не не пошла на потесу своей слабости них не схватила как того кто первый на дороге да кто первый тот и муж а вот именно уделила себе время и сказала так стоп мне надо почистить свою голову и вот это начинаем да то есть о чем ты говорила может быть изначально низкая самооценка затянула в эти отношения да и мы ищем вторичную выгоду да может быть она сломалась по по дороге самооценка это чего хорошего я искала для себя когда я пропускала первые знаки то есть когда мы видели логика нам говорила беги а мы остались чего хорошего мы для себя этим искали мы же искали для себя чего-то хорошего когда мы например ну я искала стабильность и безопасность да ищи другого мужика беги куда-то объясняй маме это все не комфортно я просто искала комфорт да к примеру то есть там была какая-то выгода которую мы преследовали эти выгоды хорошо бы знать потому что это наши слабые места мы можем попасться на крючок следующий раз или отсутствие денег да очень часто бывает просто денег не было куда я пойду сейчас опять к маме я вернусь вот это вот это было мое мне сказали уходишь вот в пижаме я тебя выставляют в носках и ты идешь и первый раз я не ушла потому что я думал как я к маме пижаме в носках ну это вообще что вот это тогда когда были мои первые звоночки тогда тоже когда еще не было реализованное то чем я думала да что куда идти мне куда идти может быть так стерпится слюбится может и правда можно поменять вот вот такие были мысли поэтому да я спрашиваю да почему так надолго в этих отношениях вот тебе повезло да тебе полгода тебе хватило вот а у меня это долго длилось на самом деле потому что ну как бы я долго были звоночки и первое время тоже сначала некуда было пойти сначала было как-то боязно куда как ребенок уже беременно да то есть вот такие моменты видимо всему свое время и потом мне нравится что ты говоришь вот самой анализировать потому что обычно да все говорят иди к психологу или там зайдите на мой курс вот важно да чтобы человеку помочь быть самому для себя психологом чтобы самому мочь анализировать понимать почему как для чего что это было в моей жизни да почему пропускала очень здорово да вот в твоем случае деньги и в моем тоже ну там деньги мамы это одно и то же да если были деньги зачем ехать к маме купила другую хату то есть сразу что делаем запоминаем эти слабые места и закрываем делаем их сильными начинаем реализовываться работать учиться то есть понимаем что мы легко впадаем зависимость если у нас нет денег например потому что не все женщины впадают зависимость если у них нет денег это надо понимать да это такой распространенный миф что если у женщины нет денег у нее много детей значит она обязательно нет есть такие женщины они станут дыбом все она уйдет на газеты я знаю таких ночевали по подругам по вокзалам все что угодно но я здесь не останусь а есть женщины такие более комфортолюбивые и ей только пригрозишь что с ройса тебя пересажу на мерседес и она уже как-то сникла да уже такая думает ну то есть у нас у всех разные ценности не надо этого стесняться надо это осознавать раньше чем осознал он потому что как правило эти мужчины любимцы женщин у них было много отношений они не хранители верности то есть они знают женщин они уже умеет вот так сказал ей что я люблю детей не сработало сказал есть что я еще жену сработало появился какой-то блеск в глазах сказал что я богат о еще сработало и он сразу себе поставил галочки то есть у него есть мысленная анкета так для него важны деньги да там или деньги может в общем не очень а что нибудь такое я бывшей жене такую машину купил вообще женщина машины раз так у нее глаз он так машина там еще что-то все он уже про вас оставил чек-лист и он знает на что вы ведетесь поэтому у нас у всех есть слабые места сильные это все нормально мы все люди но мы первые должны знать мы первые на что я ведусь где мое слабое место на что мне легко заманить кто-то же кому-то жалко да он был тиран а стал жертвой мне жаль его возвращаться ли к нему то есть он знает что его маша она добрая я щас в уши чем-то налей что я бедный несчастный несчастный осознал и она прибежит кто-то такие ну сердобольная женщина все то есть мы все разные надо знать свои слабые места обязательно и вот это что касается быстро забыть почему быстро забыть не об амнезии дела а вот это перестать тосковать чем раньше тем лучше переключиться делать все что делать все для того чтобы как правило самый ну таких два самых крутых способов есть конечно очень много но вот самых два рабочих способа первый нагружать себя так чтобы вот приходила просто и падала все работа учеба курсы какие-то новые старые все все отложенные дела все что надо было сделать то есть вместо того когда хочется лечь нужно вытолкнуть себя и она пошла надо тебе не надо до работа учеба пошла и делай для чего для того чтобы внимание свое переключить потому что есть очень важный нюанс зачем это все до быстро забыть переключить и так далее когда мы хотим кого-то лучше если мы хотим такого же нет проблем поменяла одного на другого и страдать дальше когда мы хотим кого-то лучше нужна энергия и дело даже не в мужчинах мы хотим большой бизнес мы хотим большие деньги мы хотим карьеру какую-то перспективную нужно больше энергии если у нас нет этого сегодня того что мы хотим вот у нас был какой-то там слесарь побивал нас по праздникам когда выпьем а мы хотим себе уже какого-то бизнесмена условно да или еще как бы неважно или был у нас один киоск газетный а сейчас мы хотим какой-то завод или был у нас доход икс а сейчас мы хотим 10 икс любое что-то с другого уровня что мы хотим нам нужно больше энергии нет у слабаков у тряпок у безбольных у депрессивных у нытиков это нужно понимать да не для того чтобы себя ругать сейчас если себя кто-то узнал я сама была жертвой поэтому в этом ничего такого нет да мы все там были не для того чтобы себя ругать а чтобы четко осознавать маша ты хочешь больше ты должна экономить свою энергию а энергия у нас уходит на мысль материально да сейчас уже ни для кого это не новость на мысли о бывших в первую очередь до выход из токсичных отношений некоторые же годами думают почему бил почему обидел почему они же тянут энергию по любому они же конечно они по эсэмэскам и когда общаются с детьми поэтому одно из твоих верных решений было это общаться только через адвокат все к моей энергии ты доступа не имеешь потому что они знают крючки и качают и начинают я тебе смс очку ой что-то мне тоскливой я тебе свою фоточку сейчас пришлю ой тут игрушечки тапочки я такой растрогался и она тоже начинает там что-то или наоборот ах ты тварь прибью тебя она начинает бояться у нее эмоция страха она дает энергию все а он вам перед он на этом живет у таких мужчин как правило несколько женщин и они всех держат на крючках то есть когда мы смотрим на него мужчина этот полон жизни это не какой-то дохлячок сморчок почему в том числе потому что организовал вот этот свой неявный гарим женщины же не знают друг про друга и все оптом ему отправляют энергию они его питают так что здесь четко нужно осознавать и это конечно не только бывших касается раздела зашло них то есть любые токсичные люди подруги какие-то свекрови какие-то еще что-то кто-то что-то сказал вот это нужно все закрывать я не думаю об этом есть я и мои мои дети к примеру моя цель моя жизнь все я думаю только об этом о моей работе вот так вот сужаем 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 у нас в мысленный круг должны попасть только избранные только избранные жесткий фейс-контроль спросили тут девочка спросила что а как же вот постоянно переключаться да не давать себе грустить как же вот эти вот не выплеснутые эмоции если их как бы не допрожить то можно начать болеть но я так понимаю что это все таки о том чтобы дать себе выплеснуть эмоции да ну день на два внутри там какое-то там время погрустить но это не значит чтобы каждый день сидеть и вот этим себя добивать да чтобы переключаться в основном но тем не менее как бы эмоции эмоциям все равно надо дать выход конечно все верно То есть здесь мы отрезаем мысли о нём, отрезаем общение, отрезаем вот эти вот, да, ой, что-то была пьяная, написала, да. Вот эти все варианты отрезаем. Начиналась какая-то вялая переписка или переговоры по телефону, или там, не дай бог, встречи. Болит, пусть оно всё выболит. Рыдать надо так, чтобы всё такое, ну, всё, нет слёз. Опустошение. То есть, конечно, не надо подавлять. Иногда эмоция, она постепенно выходит. Мы все разные. У кого-то стоит запрет на выпуск эмоций. Например, женщина себя нагружает работой и правильно делает. Нагружает спортзалом, нагружает ещё какими-то курсами, тренингами. То есть нагружает себя по полной. Всё, у неё времени свободного не остаётся. Вроде бы нормально. А потом в какой-то день она чувствует, тоска опять подошла. Вот я одна, как лошадь пашу, нового мужчины на горизонте нет, с деньгами трудно, а бывший развлекается, уже женится, собирается. В общем, мне это слипает. Всё, мы идём, но, внимание, чтобы не впасть в жертву, не надо размазывать эмоцию, как кашу по тарелке. Вы себе говорите, к примеру, иду и три часа рыдаю. Буду по полу кататься, рвать подушку, к примеру. Разрешаю себе плакать, разрешаю себе матом кричать, разрешаю себе отбить подушку, разрешаю себе распечатать его фотографию, и дротики в неё кидать, рвать, кричать. Идеальный вариант выехать за город и выйти из машины в чистое поле, и говорить, и кричать всё то, что вы ему не сказали. Потому что что происходит очень часто? Он-то, понятно, это его цирк, она его куколка, да? Но она-то не понимает, за что. И у неё вот это остаётся. Почему? За что? Неужели я плохо носки ему стирала и не гладила, к примеру? И она вот это ходит и постоянно гоняет. И она мысленно с ним переговаривается, огрызается, высказывает ему какие-то вот эти свои обиды, которые не высказала в жизни, да? Поэтому обиды надо либо в жизни высказать, один раз позвонить и сказать всё, что думаешь, либо выехать куда-то на машине, выйти в чистое поле и выорать всё это, выорать, да? А если несколько таких накатов, да, то есть через месяц смотрим опять какой-то, опять поехали, или дома покричали, порыдали. То есть мы откровенные с самой собой. Мы с тебе и врачи, и пациенты, мы говорим, мне сейчас плохо, я хочу на стену лечь, я хочу рыдать, мне обидно. Отлично, приходишь домой, тебе обидно, ты всё, вот так вот всё пусть, да, пусть эмоция выйдет. А дальше новый день. Легла спать пораньше, успокоительного выпила, а дальше новый день. Всё. Вот это самое важное. Тогда мы экономим энергию. А ещё есть классный метод, да, то есть первый метод. Нагружаем себя по полной, периодически крышку, приоткрываем, чтобы парни вышел. И второй метод. Это наказывает себя, но это уже для продвинутых, деньгами, да. То есть если вы чувствуете, что он овладевает вашими мыслями слишком, ну вот слишком уже, ну это лишнее, блин. Сколько можно о нём думать? Он обо мне уже забыл, я о нём всё думаю, например. Берёте какую-то купюру, которая для вас важна, и говорите себе, так, сейчас если буду о нём думать, если я себе разрешу о нём думать, подхожу там в порточку выбрасываю, или отправляю врагу своему подарок, да, или отправляю его нынешний букет цветов. Всё. Это вот всё к чему? Вроде бы кажется, да, смешным, но это говорит о том, и кто пробовал, тот знает, что это очень действенное упражнение, самое действенное из всех, что мозг управляем, нам кажется, что там что-то такое, да, думается, то не думается, то ещё что-то, да, мозг очень даже дрессируется. Пару раз вышвырнул по 100 баксов в форточку, в следующий раз уже делаешь всё, только не буду об этой скотине думать, да, всё что угодно с собой сделаю. Это как раз вот к вопросу, хочется ли выходить на новый уровень. Продолжим про это? Да, да, я думаю, что вот как... Про первый пласт понятно, да, осознать, экономить энергию, нагрузить себя, знать, что у нас бывают приступы, пациенту плохо, да, врач помогай, давай ему или зарядку, или успокоительное, или пусть идёт, то есть очень хорошо выходит через тело, через физику, то есть лежать ни в коем случае нельзя, лежать ни в коем случае нельзя, выходить, прогулки, пробежки, всё что угодно. Сейчас, конечно, карантин, но не у всех, да, закончился. Пробежки перед форточкой, всё что угодно, приседания, отжимания, наказываем себя отжиманиями. Всё, да, это основа. А что касается надстройки? Когда женщина смотрит на себя и говорит, ну что, я совсем что ли? Ну хочется мне лучше, да? Я согласилась на это, видела знаки, видела, что не очень, видела, ну согласилась. Почему? Потому что денег не было, потому что мама злая, потому что подругам сказать нечего, да, вот хвасталась, что замуж, свадьба, а сейчас, короче, нечего сказать. Все эти вопросы для себя надо закрыть. То есть страх не должен нами управлять. Мы должны управлять нашими слабостями, мы должны о них знать. Иначе страх будет нас крутить. И начинаем, да, вектор в новую любовь. И здесь очень чётко нужно ответить себе на вопрос. А кого же я хочу нового в моей жизни? И здесь надо быть, не надо быть политкорректной, не надо казаться хорошей, не надо отвечать как на экзамене, надо себе честно сказать, какого мужчину ты хочешь в своей жизни, да? Слушай, я думаю, что вот есть ещё важный момент, соответствуешь ли ты вот этому мужчине, которого ты хочешь, да, потому что, ну, по моей, по крайней мере, потому что я вижу всегда девушки, да, говорят, что хочу красивого, спортивного, богатого, успешного, сильного. Просто очень часто вот это, да, мы же все разные, кто-то на себя смотрит реалистично, а кого-то мама вырастила, постоянно шепеняла и говорила, ты страшненькая, ты дурочка. Смотришь, у меня такие клиентки есть, вообще умнейший человек, крупнейшая компания, а она выросла вот эта страшненькая и дурочка, да, то есть в контексте бизнеса она умнейший человек, в контексте отношений она страшненькая дурочка. И когда ее спрашиваешь, ну, ты соответствуешь, она говорит, нет, я же, ну, я не женственная, со мной неинтересная, и там целые вот такие страшные тараканы, да, поэтому, конечно, и то, и другое, мы себе честно отвечаем, но если у нас есть комплексы, если наша самооценка уже разрушена, да, он нам наговорил, что мы старые, толстые, у нас 10 детей, мы никому не нужны, мы себе можем на этот вопрос тогда честно не ответить, мы можем испугаться в этом-то все и дело, поэтому вопрос, а кого ты хочешь, он должен быть первым, честно себе рассказать, а кого же я хочу, да, не стесняйтесь, повертеть, покрутить, и это хочу, и это хочу, и это хочу, да, хочу богатство, хочу жениха, хочу богатство, а вот уже следующий, да, а как ты думаешь, каких качеств тебе надо добавить, чтобы вот этот мужчина, он на тебя посмотрел, и лучше всего, потому что, еще раз, да, то, что мы должны усвоить, если мы хотим чего-то нового, мы должны в жизнь впустить новую информацию, новых людей, наблюдать за новыми людьми, если мы выросли в неблагополучном районе, какого-то там страшного города, вышли замуж, выскочили с перепугу, там, 18 лет за страшного мужика, у нас вокруг, вот как одна девочка недавно писала, а что если все в окружении, пьют и бьют, надо менять окружение, надо осознавать, если у тебя есть цель, готовься подняться и сделать что-то ради цели, переехать, все, если все в окружении, на окраине района, алкаши и безработные, а тебе нужен кто-то, ну, будь готова переехать, правильно, то есть нужно что-то делать ради своей цели, обязательно впускать, обязательно разрешать себе, искать отношения, пусть и виртуальные, сейчас очень много информации, виртуальные отношения, вот которые бы были для тебя моделью, вот смотришь на их и говоришь себе, вот классно, я хочу, для чего? Для того, чтобы мозг понял, что искать, потому что если в нашей жизни были алкаши безработные, условно говоря, и ты ему рассказываешь о каком-то принципе, он такой, типа, что? Ну, не понимает, что происходит? Обесценивание, и все, да, мы обесценивали, ой, ничего не получится, таких нет, всех разобрали, все женаты, и в общем-то все, да, ищи примеры, не стесняйся, просто показать, да, конечно, мозг что может сказать? Ой, ну он такой один, ты, конечно, захотела, да, ты на чьего мужа показываешь, ничего страшного, похожего, мужчин очень много, да, нам нужен только один, нам все не нужны, поэтому, а лучше сборный портрет, на этого посмотрела, вот эти качества нравятся, вот здесь вот эти качества нравятся, вот здесь вот эти, да, то есть мозг, смотри, такие мужчины, здесь же что главное, у женщин низкая самооценка, и еще страх, все замужем, все женаты, таких больше нет, мама говорит, тебе скоро 50, а ты еще одна, да, соседи смотрят, и мне стыдно, и она схватает второго уже такого же, алкаша и безработанного, поэтому, надо себе карту мира расширять, и говорить, есть, 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 и начинать хотя бы с виртуального, реальное уже подтянется, то есть смотри, они есть, 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 портрет, да, когда уже есть примерный портрет, тогда мы задаем себе вопрос, так, каких качеств мне бы добавить, ну, чтобы вот реально соответствовать, и здесь тоже надо быть осторожным с тем, что если у нас самооценка сломана, да, и мы, и ответ такой, что, ой, ты даже не мечтай, у тебя все плохо, нет, нет, это неправда, я собирала в сторис примеры девушек, да, у меня есть бесплатный сторис вечный, там можно зайти и посмотреть, что мужчины брали замуж там, и женщина без руки, которая родилась, девушка, мужчина из очень хорошей семьи взял замуж, и женщина, которая на инвалидной коляске, там что-то с позвоночником случилось, и дочерей алкоголиков, там же многие пишут, я дочь алкоголиков, я там какая-то бедная, высшего образования у меня нет, я ничего не достойна, надо просто искать примеры тех, у кого получилось, то есть не надо смотреть, конечно, если мы посмотрим там на мужа, кого, Канделаки, Рудковская, еще кого-то, конечно, мозг скажет, ты же не она, да, и это правда, я, я люблю себя, такой, какая я, есть, да, я хороша, и будет мужчина, который меня полюбит, так что, ищем примеры тех, у кого получилось, девушки бывают разные, а какие есть плюсы, да, у кого много красоты, берет красотой, у кого много мозгов, берет мозгами, чуть-чуть дотягивает, там, ухоженность, например, и так далее, работает над самооценкой, то есть, все это можно подтянуть, мужчинам нужны очень разные женщины, ресурсным, хорошим, прекрасным, порядочным мужчинам, правда, разные женщины нравятся, да, то есть, каждая может найти, главное, нужно себе разрешить, разрешить, вот здесь, в первую очередь. Смотри, правда, я смотрю, конечно, девчонки пишут, а и таких мало, и все равно, да, очень много таких комплексов у девчонок, но надо понимать, что все равно, для меня есть, да, я достойна, вот это нужно себя обжидать, каждый день, для меня, например, очень помогает практика, просто аффирмация, да, элементарная каждый день, я там замечательная, прекрасная, там, сексуальная женщина, у меня все хорошо, я достойна лучшего, то есть, ну, просто какие-то слова для себя важные определить, и вот такой вот момент, вот этой аффирмации, как убеждение о самой себя, да, оно все равно под корочку закрепляется. Конечно. Как ты думаешь, если, например, вот девочка, да, любая, которая уже один из побывала в таких отношениях, ну, условно, если она допустила к себе такое отношение, ну, как бы она не умеет, да, какие-то свои границы отстаивать, выстраивать, а как сделать так, чтобы в следующих отношениях, даже если уже человек будет, там, не абьюзером, а адекватным, все равно, вот, как-то эти границы изначально выстроить, чтобы в следующий раз не допустить каких-то таких вещей недопустимых. Да, 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 для этого мы, когда выходим из отношений, даем себе время, то есть мы говорим, так, ты сейчас немножко пациент, да, тебе нужно немножко себя подлечить, давай посмотрим, какие были первые признаки для опыта, чтобы эту ошибку, в кавычках, превратить в опыт, мы ее раскладываем, так, вот, первые признаки такие, то где-то он тебя унизил, где-то он замахнулся, где-то он матом тебя покрыл, да, где-то он начал говорить, что ты страшная и тупая, да, и так далее. Ага, отлично, какая моя реакция была, почему я пропустила, а у меня был страх, а чего боялась там, ну, боялась без денег, без работы, и так далее. А как бы вообще, а как надо было? А надо было сказать, слышь, рот закрой, к примеру, да, или так со мной нельзя, первый и последний раз, на второй раз меня здесь не будет. Да. Порепетировать, потому что, что происходит? У мозга есть опыт не защищать границы. Когда мы просто лежим и мечтаем, в следующий раз надо что-то такое сделать, мозг не понимает, что надо сделать, в следующий раз какие-то границы надо защищать. Ему, как маленькому ребенку, прям надо показывать. Вот смотри, у нас была ситуация, он меня матом покрыл, я промолчала. Или я, ну, что, у меня крутишься. А, вот появляешься. Меня слышно? Тебя слышно? Всё, да, что-то какой-то сбой у меня тут происходит. Всё нормально, да, вроде? А, ну, всё, всё, всё. Бывает. То есть мы себе рассказываем, как надо, и, как правило, и я испробовала это и на себе, и на своих. Как правило, не надо кому-то говорить об этом. Надо себе про это рассказать. Что со мной так нельзя. Я клянусь себе, обещаю, что если кто-то когда-то что-то на меня скажет, то меня с ним рядом не будет, а его не будет рядом со мной. В эту же самую минуту. Люди же, как животные, они чувствуют, с кем можно, а с кем нельзя. Да? Тот же самый тиран, он чувствует, с кем можно, а с кем нельзя. Да. Поэтому, как правило, с собой, когда мы договариваемся, мы себе рассказываем, что, смотри, с тобой нельзя, отныне это нельзя никому. Вот это нельзя, вот это, вот это, вот это, вот это. Что ты будешь... Следующий вопрос. То есть мало себе сказать, ой, нельзя, нельзя. А если покроет матом, что делать будем? А если побьет, что делать будешь? И здесь должен быть такой ответ. Уйду. Все, наши отношения разрушатся. То есть, когда мы готовы что-то ради себя сделать, да, когда мы себя ставим выше любых отношений, мы в своей жизни должны быть центром, да. Любить себя, это наша святая обязанность. Если кто-то что-то сказал на нас, руку поднял, мы сразу разорваем отношения. Все. Второй попытки даже не будет у него. Когда мы готовы отстаивать свои ценности, люди это считывают. То есть, об этом уже не надо говорить. Мужчины сами это считывают. Женщины это считывают. Это, кстати, начинают считываться вообще вот подруги, знакомые, незнакомые люди. Когда женщина перестраивает себя, переформатирует, у нее же взгляд другой. У нее другая походка, у нее другая осанка, у нее вот этот жест уверенности, он сквозит просто вот по всем деталям. Мы же можем, вот смотрим на человека, ой, это уверенное в себе, это неуверенное, это зашуганное, это какая-то еще, да. Как мы издалека уже можем увидеть, вот когда мы в себе прорабатываем это, говорим, никому нельзя меня унижать, никому нельзя меня бить. Я разрушу любые отношения, уйду от любого. Все, в первую же минуту. Люди считывают, да, все, это становится нашим водяным знаком. С нами так нельзя. Еще девочка написала, захотела я ответить, если в шутку обесценивает, да, то есть на самом деле, ну, это вот есть грани свои, да, если в любом случае больно, неприятно, не нравится, это уже значит, что этого нельзя к себе допускать, даже если это шутка. Конечно, потому что в чем вся фишка? Мозгу все равно, в шутку или нет. Для того, чтобы построить самооценку целенаправленно, заниматься встраиванием, вот минимум два месяца, и она будет такая, еще, это бэби-оценка будет, она уже зародится, ее нужно будет защищать. Два месяца работы ежедневной с собой, над собой. Для того, чтобы разрушить самооценку, нужно две недели. Мозгу все равно, звучит это слово в шутку или всерьез, ему все равно. И если называют тебя моя толстушечка, жирнюшечка, дурочка моя, милый, это все, конечно, прекрасно, называй меня лучше умняшечка. Умняшечка, стройняшечка, да, красавица, и все. Если человек ресурсен, нормальный, если он любит, он послушает вас. Просто не надо запрещать, просто помогите ему. Называй меня так-то, мне будет приятно. Все, то есть не надо запретов. А если он не слушает, это абьюз. Все, то есть если вы просите, не называй меня так, он вас называет, это абьюз. Все. Спросила девчонка, если так себя ведет мать. Вот я часто тоже в эфирах говорю о том, что на самом деле быть токсичным, быть абьюзером, быть нарциссом можно быть кому угодно. Это не обязательно должен быть мужчина или муж. Это может быть мама, это может быть подруга, сестра, отец, кто угодно на самом деле. И я за то, что даже если это родители, но если они токсичны, если они унижают, принижают и так далее, то я думаю тоже сводить до минимума или вообще создать общение. Они ничем не отличаются от других людей. То есть если человек твой родитель, это не дает ему права тебя уничтожать. Да. Это, кстати, тоже, это именно женский страх. Но уже не с войной связанный, а вообще с зависимостью женщины от общества и от мужчин на протяжении многих веков. У нас же женщина не имела права иметь свой банковский счет, выходить из дома без мужчины, не имела права голоса и так далее. Она была такой мебелью. Она должна быть хорошей для него и для всей семьи. Если она плохая, её лишали денег. В общем-то, она теряла очень многое. Поэтому это у нас следующий страх в крови, страх вот этого многовекового, многовековой, простите, зависимости. Если я скажу им поперёк, почему не можешь сказать, скажи со мной, так нельзя, я твоя дочь, ты моя мать, ты меня обязана любить, всё, это твоя обязанность, меня любить. Больше ничего. Рот полоскаем ромашкой. Нет хороших слов для меня. Полоскай рот ромашкой. Страшно. А почему страшно? Ну просто, с ней ничего не случится, она взрослый человек. Ну это же мама. Ну что? Ну вот это вот, да, иррациональный, опять же, страх. Мама, взрослая баба, извините, которая же дожила до своих лет. Вы боитесь ей сказать, что с вами так нельзя, да? Поэтому что делать? Конечно, защищаться, конечно. Не надо бояться обидеть в кавычках маму, да? А мама должна знать своё место, как и мы своё. Мы тоже не должны с мамой так обращаться, да? Мы обязаны уважать её интересы, её гидохобби, её образ жизни и так далее. И дочери бывают токсичными. Мы должны уважать территорию. Наша задача – любить маму и её обязанность – любить ребёнка. Всё. Ребёнок – это не собственность, это гость. Ты себе не игрушку родила, а не куколку. Поэтому смело ставим маму на место. Я тоже это проходила, к сожалению. То есть у нас все постсоветские, да? Страна Совета, да? Дайте, когда я вам дам совет, кладёшь трубку, не общаешься, неделю, две, три, то есть ты показываешь, что если такое будет продолжаться, общения не будет. Человек делает выводы, сам над собой работает, что называется, да, берёт себя в руки. То есть, ну, это надо делать. И не надо бояться, потому что это их зона роста тоже. Ну, это же для неё лучше, потому что она границ не видит. Так, я боюсь, что у нас вот 44 секунды осталось. Мы можем, в принципе, перезайти попрощаться, но, думаю, да, успеем. Я благодарю всех, во-первых, кто присутствовал. Надеюсь, что было полезно. Очень тебя благодарю. Тоже очень много интересного сказано. Спасибо.